рак почки метастазы в легкие сейчас химия нужно описание последнего 27 апреля 2020 и предпоследнего 3 февраля 2020 КТ и оценка динамики прилагаю расшифровку двух исследований 3 февраля 2020 и 27 апреля 2020 кафедра лучевой диагностики консультативное заключение по представленным КТ-томограмм пациента 1971 года рождения дата исследования 3 февраля 2020 года область исследования органы грудной клетки контрастное усиление нативная артериальная венозная фаза сканирования при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной аксиальной фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки справа в s2 очаг 6 миллиметров в s3 выявлен типичный мехкотканный очаг размером 8 на 9 на 10 миллиметров нативной плотности плюс 33 плюс 44 хаунсфилда артериальный до плюс 66 по хаунсфилду венозный до плюс 90 хаунсфилда по регулировали горизонтальной плевре в с3 очаг диаметром 3 миллиметра в с4 очаги 7 миллиметров 6 миллиметров на верхушке с 6 очаг звездочным контуром размером 19 на 17 на 16 миллиметров при корневой зоне с 8 очаг 25 на 20 на 20 миллиметров на протяжении 12 миллиметров интимно прилежит нативной плотностью до плюс 25 хаунсфилда артериальный до плюс 80 плюс 114 хаунсфилда венозный до плюс 103 плюс 110 хаунсфилда слева в с1 паракостальный очаг до 5 миллиметров в с8 10 суб диафрагмальные очаги до 9 миллиметров практически по всем сегментам легких единичные очаги до 3-4 миллиметров ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены средостение не смещено не расширено новообразование в нем не визуализируется внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формой структуры жидкости плевральных полостях не выявлено костных травматических и деструктивных изменений не определяется сердце аорты без особенностей диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы подмышечные лимфатические узлы не увеличены заключение кт-картина секундарного поражения обоих легких кафедра лучевой диагностики консультативное заключение по представленным кт-томограммам пациента 1971 года рождения дата исследования 27 апреля 2020 года область исследования органы грудной клетки контрастное усиление представлены нативная артериальная и венозная фазы сканирования при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки в с3 сохраняется мягкотканный очаг размером 14 на 12 на 14 миллиметров вокруг него зона инфильтрации легочной ткани ранее очаг был размером 8 на 9 на 10 миллиметров нативной плотности плюс 33 плюс 44 хаусфилда артериальный до плюс 56 хаусфилда ранее плюс 66 хаусфилда по горизонтальной плевре в с3 очаг диаметром 3 миллиметра в с4 очаги 7 6 миллиметров на верхушки 6 очаг звездочным контуром размером 18 на 18 на 15 миллиметров ранее 3 февраля 2020 19 на 17 на 16 миллиметров при корневой зоне с 8 очаг 31 на 22 на 20 миллиметров ранее 25 на 20 на 20 миллиметров на протяжении 20 миллиметров ранее 12 миллиметров интимно прилежит нативной плотностью до плюс 25 хаусфилда артериальные до плюс 120 чисто 44 хаусфилда ранее плюс 80 плюс 114 хаусфилда справа в с 10 люди фрагмальные отчак 16 на 13 12 миллиметров ранее 9 на 8 на 8 миллиметров слева в с один пара костальный очаг до 5 миллиметров в с 8 судов деформальной очаг до пяти миллиметров Практически по всем сегментам легких единичные очаги до 3-4 мм без существенной динамики. Ход и проходимость трахеи. Главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Новое образование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. Обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце и аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина секундарного поражения обоих легких. По сравнению с КТ от 3 февраля 2020 года отрицательная динамика. Рост очагов. В первую очередь при корневого в правом легком увеличение поглощения контраста им. Рекомендована консультация онколога. Ассистент кафедры. Кандидат медицинских нарук. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. В целом динамика отрицательная. Размер очагов вырос. Усилилось поглощение контраста ими. Из всех опичных очагов метастазов. Значение имеет только тот, что у корня правого легкого. Он расположен крайне неудачно. Прилежит крупному сосуду легочной артерии. Есть риск прорастания стенки сосуда и развития кровотечения. По сравнению с первым КТ увеличились его размеры и поглощение контраста. Также увеличилась протяженность прилежания к легочной артерии. С этим нужно обратиться к онкологу. Продолжение следует... Продолжение следует...